Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Скоро киношок! Готовимся! Скоро киношок! Готовимся! Как заработать денег? Сельхозпроизводителей научат. Киношок состоится, как всегда, в сентябре. Подготовка к нему идёт полным ходом. Генеральный директор Ирина Борисовна Шевчук встретилась с главой города, обсудив организационные и финансовые вопросы кинофорума. Ирина Шевчук, будучи привычной к общению на любом уровне, не сдержала эмоций по поводу неожиданного для себя телефонного звонка, временно исполняющего обязанности губернатора. Сергей Сергеев рассказал Кондратьеву о том, что фестиваль ищет помощи и поддержки. Вениамин Кондратьев, не задумываясь, поддержал главу нашего города и эту помощь предложил. Можете себе представить, я беру трубку, а там губернатор. Ну, в общем, это было ошеломительно. Нет, он сразу сказал. И когда положил трубку, он сказал, всё, вопрос решён. Денег я дам, давай письмо. Я говорю, их письмо или моё? Он говорит, ну, конечно, их. Поделилась организатор фестиваля и мечтой о новом киноконцертном зале, достойном большого курортного города. Анапе нужен такой дворец, где можно было бы проводить всякие мероприятия, и люди могли там останавливаться. Территория фестиваля, она должна быть такая, чтобы туда сходились все. Бежали люди, зрители, ходили местные и так далее, смотреть, общаться. Когда сносили ДК курортный, да? Так он назывался? Да, 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 так и назывался. Когда сносили ДК курортный, сказали, на первом этаже будет муниципальный киноконцертный зал на тысячу мест. Фестивальный центр. Где он? И всё, а там просто жилые дома и всё, да? Нет, ну там не жилой дом, там апарт-отель, ну, можно рассматривать. А, всё понятно. Где? Прямой обман. На предложение Шевчук снести старое здание Родины и на месте её построить новый киноконцертный фестивальный дворец, глава города рассказал об отсутствии возможности строительства в зоне археологических охранных территорий и привёл пример того, чем обрастают в Анапе благие намерения. Яхт-клуб для детей, для спортсменов, готовим алиспийских чемпионов и так далее, всё-всё-всё, сделал яхт-клуб. Ровно через месяц, знаете, что сделал? Нет. Вокруг построил ролеты и организовал торговку на пляже. Шашлык жарят, кукурузу продают и так далее, и так далее. Сегодня утром, почему вопрос возник, письмо в мой адрес. И такое щекотливое, я же сделал, я же в кредиты вошёл, а как же мне вот вылазить и так далее. Ну, послушай, дорогой друг, а я тебя что, заставлял? И всё же Ирина Борисовна заставила задуматься главу над тем, что в городе воинской славы, городе-курорте, нет большого культурного центра. Джиппинг – очень прибыльный, но незаконный бизнес. Как бороться с нелегалами на дорогах и где рождается спрос на смертельно опасное развлечение? Об этом глава Анапы Сергей Сергеев говорил с подчинёнными во время очередного рабочего объезда. Остаться в живых – так в двух словах можно описать суть услуги, которые отдыхающим предлагают организаторы джиппинга. Никаких гарантий безопасности и ответственности перед людьми тоже никакой. Вот я вчера специально поехал в вечернее время и посмотрел, что же сделано после приезда губернатора по поводу так называемого джиппинга. И увидел то, что не хотел увидеть. Прокат есть, машины по проезжей части, подчёркиваю, по проезжей части двигаются. С детьми. Я не знаю, не понимаю тех родителей, которые берут на руки детей и едут в горы на вот этих машинах. Их даже машинами назвать нельзя. Тут же в подтверждении слов главы города встречаем на дороге переполненный внедорожник. Кто помогает собирать клиентов поездку? Не исключено, что сотрудники тех же экскурсионных павильонов. Но признавать своё участие в сомнительном бизнесе никто не хочет. А есть у вас джиппинга? Подождите, подождите секундочку ко мне. Он к нашему роду подошёл. Прошу прощения, здравствуйте. Здравствуйте. Нет, мы с такими вещами не работаем. А почему? Ну, я считаю, что это экстремальный отдых, поэтому мы предпочитаем спокойный отдых. У нас спальный район, у нас детки. В глаза бросается реклама джиппинга. Девушка уверяет, внедорожники, как такси, только довозят отдыхающих до водопадов. Объяснение главу города не устраивает. Ужесточить требования к перечню экскурсионных услуг. Его поручение своему заместителю Людмиле Терещенко. Если каждый из нас сейчас, из здесь присутствующих, сделает часть той работы, которую мы должны сделать по этому направлению, то мы это безобразие прекратим. Найти, где нелегалы могут устраивать стихийные стоянки и поставить там круглосуточные посты ГАИ. Еще одна профилактическая мера. Например, площадку у Стелла с Орлом по дороге в Суко. Днем здесь пусто, а что происходит по вечерам? Впрочем, некоторые и вовсе не скрываются, даже искать не надо. На Красноармейской яркая реклама незабываемого отдыха. И улыбчивый парень-продавец. Это абсолютно безопасно, уверяет он нас. Но на вопрос, кто держит бизнес, тушуются и уже не так разговорчив. Этого я вам не могу сказать. А что, это тайна? Нет, не тайна. Ну, вы же говорите, что все... Все законно, все. Ну, просто как бы, я думаю, он бы не особо такой бы разговаривал. Скромность бизнесмена нам понятна. Полторы тысячи с человека за поездку – хороший доход. Зарабатывают, правда, на чужом здоровье и жизни. Учиться никогда не поздно, особенно тому, как зарабатывать деньги. Открытый урок на тему ведения сельхозпроизводства прошел сегодня в Анапском сельскохозяйственном техникуме. За партами сегодня не студенты, станичники и жители сел. Это не первый открытый урок, который Управление сельского хозяйства курорта проводит совместно с преподавателями сельхозтехникума и практикующими аграриями. Уже был выездной урок по выращиванию земляники. Сегодня тема не менее интересная – технология выращивания ягодных культур. Сегодня одним из таких интересных направлений являются ягодные культуры. Почему именно ягодные культуры? Дело в том, что на территории Краснодарского края с такой урок были, скажем так, районированы или рекомендованы выращиваниями. В основном две ягодные культуры. Это земляники и, конечно же, вторая ягодная культура – это малинка. Но в связи с селекционными достижениями у нас появляются еще и другие ягодные культуры, которые постепенно выходят на рынок. Кстати, студенты тоже всерьез интересуются ведением малых форм хозяйствования. Спешат применить свои теоретические знания на практике и превратить в полезный опыт и в прибыль, что немаловажно. Мы организовали мероприятие с целью развития малого бизнеса на селе. То есть наша задача – это информирование, консультирование сельских жителей по различным новым технологиям ведения сельскохозяйственного производства. И, как известно, такие производства, как выращивание ягод, выращивание земляники, выращивание грибов – это именно уникальные отрасли, которые развиваются успешно только в малых формах хозяйственных. Насыщенная трехчасовая программа урока – это и агрохимическое обследование почв, и система защитных мероприятий, и селекция ягодных культур. Преподаватели подготовили целый арсенал, который пригодится селянам. Кстати, успешные хозяйственники пришли поделиться собственным опытом. Например, Елена Пугачева раскрыла секреты высокого урожая малины. Оксана Сагара планирует свой приусадебный участок развивать и начать свой бизнес. Мне очень интересно. Во-первых, потому что мы переехали сюда из Сибири год прошел. Поэтому местные реалии – это то, что мне нужно в первую очередь. Сильно отличается сельскохозяйство в Сибири от местного. Такие уроки проводятся регулярно. Тема следующего занятия – выращивание грибов. Все желающие могут прийти и поучиться. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В четверг 23 июля в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем 25-29 градусов. Ночью до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 140. Партнер программы новости, анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин